В 1997 году я впервые услышал о мировой проблеме, нарастающей в дефиците питьевой воды и о ее страшных последствиях, смертности высокой, особенно высокой смерти среди детей. С этих пор я занялся этой проблемой. Через два года ко мне присоединился сын, и вот уже 12 лет наша семья из России считает это своим самым важным делом. В мире основным способом замещения дефицита пресной воды стало обессоливание морской воды, которая, однако, обостряет известные экологические проблемы. 70% мировых запасов чистой питьевой воды заключено в льдах Антарктиды и Гренландии, и проекты по их добыче, как правило, предусматривают буксировку айсбергов, которые, однако, по технико-экономическим причинам до сих пор не реализованы. Но поскольку другой масштабной экологической альтернативы этим льдам в мире нет, то рано или поздно технологии по их добыче должны были быть разработаны. Сегодня, благодаря конкурсу ООН, есть возможность ознакомить мир с проектом «Живая вода». Это комплекс инновационных технологий, основанных на 38 изобретениях. Суть технологий заключена в оригинальных способах добычи льда из столовых айсбергов, его транспортировке судами-ледовозами и утилизацией. Себестоимость одного литра талой воды будет около одного американского цента, что позволит широко использовать воду в гуманитарных проектах ООН. По заключению российской государственной экспертизы, проект экологически безопасен и высокорентабелен. Реализация проекта должна осуществляться через широкое сотрудничество членов международного сообщества под эгидой ООН, что позволит контролировать цену на эту воду. И это, несомненно, улучшит их взаимодействие по достижению целей развития тысячелетия. Этим летом Генеральная ассамблея ООН провозгласила право человека на безопасную питьевую воду. И мы уверены, что реализация этого проекта «Живая вода» позволит в ближайшие годы обеспечить это право.